Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. За мобилизацию, ранения и гибель более 1 миллиарда рублей выплатили участникам СВО и их семьям в Алтайском крае. В регионе начали выбирать общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Какие объекты участвуют в голосовании? Вопреки зиме стадион «Динамо» очищают от снега к матче чемпионата России. Рассылка электронных повесток через портал Госуслуги в тестовом режиме начнется уже в весенний призыв. По крайней мере, об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. Он отметил, что оповещения также будут рассылать через СМС сообщения и в телефонном режиме. В остальном, следует из речи Локтева, действующее законодательство не изменилось. Порядок направления граждан на военную службу остался прежним. Напомним, 11 апреля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Позже закон одобрил Совет Федерации и подписал Владимир Путин. Отметим, что ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов и Минцифры заявляли, что закон не затронет текущий весенний призыв. К другой теме. Сотрудника районной ГИБДД в Алтайском крае обвинили во взятничестве при сдаче экзамена на права. Обвинение в коррупции предъявлено начальнику инспекции Благовещенского района. По данным следствия, в прошлом году начальник РЭУ получил через своего знакомого, выступившего посредником, взятку в значительном размере от местного жителя за совершение в его пользу незаконных действий. Обвиняемый содействовал гражданину в получении положительной оценки за теоретический экзамен на проверку знаний правил дорожного движения без их фактической сдачи для последующей выдачи водительского удостоверения. При этом он дал указание посреднику приобрести ему на перечисленные в качестве взятки денежные средства велосипед, который был передан должностному лицу для личного пользования. Оставшимися деньгами он сказал распорядиться по своему усмотрению. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. По месту его проживания и работы проведены обыски, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. В качестве обеспечительных мер наложен арест на дорогостоящий автомобиль фигуранта. Расследование продолжается, оно стоит на контроле прокуратуры. А вот бывшему руководителю комитета ЖКХ Барнаула Антону Бенцу вынесли оправдательный приговор. Напомним, его обвинили в халатности после того, как в апреле 2021 года почти в один день пришлось эвакуировать жильцов двух аварийных домов из-за угрозы обрушения. Прокуратура посчитала, что Бенц как председатель профильного комитета проигнорировал угрозу и не сделал все возможное для расселения людей. Я услышала грохот по трубе. То есть труба-то у нас газовая общая. Я не поняла, что происходит. Я думаю, что-то с крыши падает на трубу. А потом к нам уже в двери стали стучаться, что была как раз угроза обрушения. Именно вот эта балка нависла, стали кирпичи падать. В чем мы, как говорится, были там, быстрее собрали паспорт, только взяли и оттуда ушли. Но, к сожалению, у нас остались там животные. То есть у нас все там. Вечером 6 апреля 2021 года эвакуировали двухэтажный дом на 1-й западной 51. В здании частично обрушился карниз и фасад над вторым подъездом. А 7 апреля эвакуировали уже дом на советской армии 54. Там рухнул потолок и вывалились кирпичи из внешней стены. Оба дома уже были признаны аварийными, а их расселение должно было произойти до февраля 2021 года. До этого срока здания простояли. Инциденты произошли в апреле. И, к счастью, обошлось без жертв. В день эвакуации второго дома руководитель комитета по ЖКХ Антон Бенц написал заявление об увольнении. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о халатности. Разбирательство длилось больше года. И сегодня центральный районный суд вынес оправдательный приговор. Продолжим. Независимый свидетель, которого должны были в принудительном порядке доставить на очередное заседание в суд Центрального района Барнаула, оказался не в городе. На процессе, где судят Дмитрия Лопатина, того самого «инвалида» в кавычках, фигуранта драки на Старом базаре, это уже далеко не первый случай, когда свидетели игнорируют заседание. В итоге сегодня изучали видеозаписи происшествия. С подробностями Данил Кузнецов. Разбирательство о смертельной драке на Старом базаре продолжается. Теперь на скамье подсудимых Дмитрий Лопатин, он же инвалид. В соцсетях его так прозвали из-за палки, которой он размахивал. Сейчас общественная версия такова. Дмитрий стал зачинщиком драки, в которой погиб Павел Рохлов. А Старцев, нанесший смертельный удар, осужден. Сегодня в суде представили три видео с того рокового вечера. Первый, записанный свидетельницей Земиной, это начало конфликта. Компания Старцева лишь вышла из такси и началась перебранка с Лопатиным, который, по словам свидетелей Михаила, ранее в пьяном состоянии приставал к другим посетителям. На видео заметно, как Лопатин отбегает и отмахивается палкой. По его словам, в этот момент он мог случайно задеть Старцева. Позже в конфликт вмешивается Рохлов и умирает от удара Михаила. Следующее видео было записано уже после смерти Павла. Лопатин разозлился на пренебрежительные слова Старцева о гибели Рохлова, взял бутылку и двинулся в его направлении, но его остановила Лиана Лютова. Сам Лопатин утверждает, что не намеревался наносить удары Лиане, а бутылку после поставил. На помощь Лютовой снова пришел Старцев. По его словам, Лопатин пытался душить девушку. Однако Дмитрий это отрицает и утверждает, что просто отбивался от ударов Лианы. В этот раз в суд должен был в обязательном порядке явиться свидетель Шишкин. Однако его не было в городе. Палку, которую размахивал Лопатин, также не доставили. Сделать это собираются к следующему заседанию, которое состоится уже 23 мая. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. Более 10 миллионов рублей перевели жители Барнаула интернет-мошенникам. И это только цифры за 2023 год, который только начался. В следующем сюжете напомним, чем может обернуться очень дорогой звонок по телефону. Почти полмиллиона рублей. В среднем столько теряют жители Барнаула, которые попадаются в лапы интернет-мошенников. В январе в краевой столице один потерпевший и вовсе перевел аферистам почти 10 миллионов рублей. С начала этого года городская полиция выявила более полутысячи фактов дистанционного мошенничества. Совершено более 200 краж с банковских счетов. Схемы стары как мир. Звонок от сотрудников банка, покупка несуществующего товара в интернете и родственник попал в беду. Актуальными для нашего города продолжают оставаться преступные схемы «родственник попал в беду». Неизвестные преступники звонят на номера домашних телефонов барнаульцев. Как правило, пожилых людей начинают рассказывать истории о дорожно-транспортном происшествии или иной проблеме, для разрешения которой необходима некоторая сумма денежных средств. Сотрудники говорят, мошенники – прекрасные психологи. Они умеют входить в доверие, просят не бросать трубку и ни с кем не разговаривать. Сегодня на их удочку попадаются не только пожилые люди, а вот поймать жуликов сложно. Раскрываемость таких преступлений порядка 30%. Увеличили случаи обналичивания счетов, куда переводились деньги, за пределами Российской Федерации. Поэтому это обстоятельство и вызывает определенные сложности в розыске и возвращение денег нашим потерпевшим. В этом году в Барнауле сотрудниками оперативных служб были задержаны 12 мошенников. Вернуть потерянные средства сложно, но иногда реально. Со стороны следственных органов проводится по всем без исключения уголовным делам работа по возмещению ущерба и по розыску имущества подозреваемых, обвиняемых, на которые возможно наложить арест с дальнейшим, так сказать, возмещением ущерба потерпевшим. Сотрудники банка не будут звонить или писать в мессенджерах, утверждая, что кто-то пытается похитить ваши деньги. Они не просят продиктовать данные, карты или смс. Лучший способ сохранить свои деньги – положить трубку и обдумать все холодной головой. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. В крае в самом разгаре подготовка к пассивной кампании. Предприятия завершают ремонт сельхозтехники. Прежде чем ее выпустят в поле, она должна выдержать проверку технадзора. Такую сегодня провели в одном из барнаульских хозяйств. Осмотр техники и ход подготовки к пассивной оценил и губернатор края Виктор Томенко. Учебно-опытное предприятие. Большое семеноводческое хозяйство с внушительным автопарком. Его состояние сегодня придирчиво оценивают сотрудники гостехнадзора. Проверяют, насколько укомплектованы и исправны машины. У машин мы проверяем тормозную систему, ее исправность, рулевое управление, световую сигнализацию. Ну и внешний вид, резина, крепление, подтекание. Это естественно на каждой машине. Большая часть сельхозмашин предприятия отечественного производства. Кировцы, к примеру, собирают в Алтайском крае. Автопарк не без поддержки со стороны государства. За последние годы удалось серьезно обновить. Так только в 2022-м хозяйству выделили порядка 80 миллионов рублей. Часть средств пошла как раз на покупку новой техники. В чем плюс сделан, хорошие печки. Она с кондиционером вместе, заодно сделана, тандемом. То есть бывает такая погода, осень и сна, когда еще и не холодно, не жарко. Ты берешь, включаешь печку, кондиционер немножко и дует просто легкий воздух. То есть тебе и не жарко, и не холодно. В целом за прошлый год алтайские аграрии смогли закупить порядка 600 тракторов и 300 зерноуборочных комбайнов. Это немало, но автопарк отрасли нуждается в комплексном обновлении, подчеркнул губернатор. Он также добавил, что оперативно нужно решать и другие проблемы сельхозпроизводителей. По данным Минсельхоза Края, объемы прямой поддержки в этом году, по сравнению с прошлым, должны вырасти на 230 миллионов рублей. Елена Макаренко, День с толком. В Алтайском Крае выплатили более 1 миллиарда рублей мобилизованным и их семьям. Это цифры за 22-й год. В этом году на эти цели уже направили более 300 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила министр социальной защиты региона Наталья Оськина. В эти суммы входят выплаты мобилизованным, контрактникам, а также выплаты за ранение и гибель. По словам министра, деньги участникам СВО и их родственникам поступают без задержек. 100 тысяч было выплачено всем призванным по мобилизации. 200 тысяч мы платили контрактникам, которые заключили контракт с именными подразделениями Алтайского края. 500 тысяч выплачиваем независимо от степени тяжести за полученное ранение нашим участникам специальной военной операции. И 1 миллион рублей выплачивается всем членам семьи в равных долях погибшему. Отметим, что жители региона, которые участвуют в СВО от частной военной компании, на краевые меры финансовой поддержки не претендуют, так как статус бойцов ЧВК никак не определен на федеральном уровне. Помимо финансовой поддержки, семьи мобилизованных помогают в бытовых вопросах и оказывают психологическую помощь. К нам в помощь должны сейчас присоединиться социальные координаторы, которые будут обучены и будут трудоустроены в государственном фонде помощи семьям. Он в стадии создания, но мы уже подбираем социальных координаторов, и они в наши стройные ряды добавятся. И касания к семьям, безусловно, будет больше, потому что, например, на территории только Олейска мы понимаем, что нагрузка очень большая. Также министр напомнила, что в крае действует кризисная линия для женщин, которые ждут своих бойцов, либо переживают потерю близкого. Телефон вы видите на своих экранах. Продолжим. В Алтайском крае стартовало всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Напомним, традиционно голосование за выбор общественных территорий проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Валентина Аскерова расскажет подробнее, как отдать свой голос за любимое место. Свыше полутора тысяч дворов, парков, аллей, зеленых и пешеходных зон благоустроено в Алтайском крае за пять лет. Причем жители региона сами выбирают, какие места облагородить. Участвуют в онлайн-голосовании. В этом году голосуют за объекты, которые благоустроят в следующем году. Всего по 42 муниципальным образованиям предлагается на голосование 174 территории. Из них, я сказала, 14 это переходящие. По остальным будет возможность выбрать то, что интересно жителям. Мы провели анализ, какие же территории все-таки были предложены для голосования. И тут лидирующее значение – это где-то 79, по-моему, территорий. Это территории, которые предназначены как для проведения каких-то крупных мероприятий, так и для отдыха. Что касается краевой столицы, то выбрать нужно из 37 территорий. Это как крупные парки, так и небольшие скверики. В этом году добавлен новый объект – часть территории бывшего парка культуры и отдыха имени Ленина. Заместитель главы администрации города Антон Шеломенцев отмечает, что с каждым годом горожане голосуют все более активно. По прошлому году 34 с лишним тысячи человек у нас свои голоса отдали. Так же, как и в этом году, в прошлом году мы голосовали за одну из территорий. Победил парк центрального района и уже определился подрядчик по его благоустройству. И также голосовали за этапность благоустройства парка юбилейного. В этом году, в юбилейном, наверное, основной вид работы – это строительство велодорожки. А вот что сделают в парке в 2024 году, жители выбирают в этом голосовании. Для этого барнаульцам надо выбрать в голосовании раздел «Дизайн проект» и отдать предпочтение понравившемуся варианту. Кстати, проголосовать могут все жители края и города с 14 лет. Сделать это можно через портал госуслуги, а также при помощи волонтеров. Добровольцы будут работать в торговых и многофункциональных центрах. Депутаты также будут работать еще и с пожилым населением нашего города Барнова, потому что у некоторых просто нет возможности выйти из интернета, у некоторых, может быть, даже пожилых людей нету и гаджетов. То есть мы будем, конечно, объяснять, предоставлять точки, где будет доступ к интернету. Также будем подводить этих людей к тем же самым волонтерам. Онлайн-голосование стартовало в минувшие выходные и продлится полтора месяца, вплоть до 31 мая. Напомним, барнаульцы могут проголосовать за одну территорию и за следующий этап благоустройства парка «Юбилейный». Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня во всем мире отмечают день памятников и исторических мест. Для городов-долгожителей в этом плане знаковыми точками являются кладбище, где представлено несколько поколений выдающихся деятелей. Историю Барнаула можно было изучать по крестовоздвиженскому кладбищу, где теперь расположен парк «Изумрудный» и Нагорному, на котором после обновления осталось несколько плит. В памятный день мы прогулялись там с историком Данилом Дегтяревым. На памятнике было вот такое стилизованное надгробие, был бюст, были венки. Вот вы можете видеть дырки. Единственная могила, оставшаяся в Нагорном парке. Николай Ядринцев – ученый, путешественник. Приехал в Барнаул работать в статистическом комитете и вскоре умер в 1894 году. Надгробие изготовили на Колыванском заводе. Бюст изначально бронзовый демонтировали в 1936. Следующий бюст своровали на цвет мед. Этот уже четвертый, бетонный, памятник федерального значения. Если город старый, и если ты хочешь узнать, кто там жил в предыдущей эпохе, надо идти на старое кладбище. Но вот эта традиция, она была в значительной мере разрушена в советское время, в 30-е особенно годы, в большинстве городов. Барнаул в этом плане можно было изучать по окресту Возвиженскому кладбищу, где теперь находится парк Изумрудный, и на Горному. Здесь от кладбища осталось несколько плит и камней. Рядом с Ядренцевым памятник основателя общества попечения о начальном образовании Василия Штильки. По подсчетам краеведа, в Барнауле около сотни различных памятников и скульптур. Причем за частью из них никто не обязан следить. Бюст Дзержинского. Он стоял перед ГУВД, и за ним следил ГУВД. Теперь он стоит перед управлением ФСБ, за ним следит ФСБ. Но, насколько я понимаю, юридически никто не несет за него ответственность. Вопрос сохранения именно скульптур, даже как произведения скульптур, как был проблемным в 20-м веке, так он, в общем, остается и проблемным в 21-м веке. А с другой стороны, в Барнауле нет памятных знаков тех, кто внес вклад в развитие современного города, поясняет Дегтярев. Так, из политических деятелей он бы выделил Анатолия Мельникова, председателя исполкома в 70-х, время максимального расцвета Барнаула. Золотухин убился, да, можно было бы перед Молодежным театром Алтая поставить. Да, странно, что это еще не сделано. Да, вот о чем и речь, что у нас есть, так скажем, пантеон великих земляков, которые считаются такими символами Алтайского края. Но далеко не всем из них есть Барнауле памятники. Титовы есть, Шукшину есть. Да, вот в Калашникову нет, да, и в Такимову нет. Историк задается вопросом, где тот срок, после которого человеку можно ставить памятник. И чаще всего начинают с махровой истории. По информации Дегтярева, началось восстановление памятника Франсуа Менье, французского археолога, исследовавшего Алтай в середине 19 века и похороненного в Нагорном. По мнению историка, это должна быть первая ласточка воссоздания изначального облика парка. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. И новость для всех любителей футбола. Завтра Барнаульская «Динамо» планирует возобновить чемпионат домашним матчем. В гости приедет команда «Химик Август» из Чувашии. Правда, погода в краевой столице оказалась совсем не весенней, но поле все же приводят в порядок. Сегодня рабочие очищали его от снега и наледи. Если метеоусловия не улучшатся, сообщают в самом клубе, завтрашняя игра, возможно, не состоится. Решение примет главный судья в день матча. Напомню, сейчас «Динамо» занимает 9-е место из 12 возможных во второй лиге четвертой группы чемпионата России. В весенней части турнира команда барнаульского «Динамо» должна сыграть 5 матчей, два из которых «сине-белые» уже провели на выезде, выиграли в Ижевске и проиграли в Перми. Впереди еще три, но уже на своем поле. На этом у меня все новости. Смотрите нас на «22 кнопки» в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует...